Топ-5 проблем, которые мы считали правильным осветить в своей работе. В виртуальной фарма-сфере сложно контролируется. Отсутствие контроля над деструктивным влиянием на психологическое здоровье – это главная проблема. То есть очень широко используются психоделические технологии, технологии изменения сознания, смотрящих людей для продвижения товаров. Человеку это не нужно, он сами покупает или ест то, что подрушает его здоровье – физическое и психическое. В принципе, должна быть система фильтров, то есть премодерация на эту проблематику. Сегодня это момент. Отсутствие критерий эффективности с точки зрения влияния цифровизации на здоровье человека, семьи, общества, созванника государственного института. Здесь какой заход? Все знакомы, большинство присутствующих, о том, что есть классификация Эдварда Хоуэра – государств на культурный контекст. Например, в Соединенные Штаты Америки это страна низкоконтекстной культуры. Россия, например, Япония, Италия – это страны высококонтекстной культуры. И продукты, в том числе и цифровые продукты, они как бы в дискурсе имеют вот этот вот культурный контекст. Мы начинаем заниматься автоматизацией, используя софт, который создан в другом, как бы, мировоментном статусе. И человек не осознавает, он попадает в состояние когнитивного диссонанса. Это приводит к психосоматическим заболеваниям. Эти вещи, они, так сказать, это качество, которое статистически наблюдается. Я как социолог, могу сказать, что это измеряется очень алипотом. Дальше. Одни и те же технологии связаны с изоляцией людей, то есть возникают в социальных сетях сообщества, которые на самом деле не, так сказать, развивают человека, а приводят его к внутреннему разрушению, к внутренней деструкции. При этом эффективность работы в социологии, я не знаю, там Twitter, Facebook, да? То есть эффективность работы инновационных проектов, она определяется количественно. А что происходит с человеком, никто не измеряет. Это может привести к уничтожению большого количества людей и большого количества полезных проектов. Дальше. Топ-цели. Значит, для чего нужна вот эта вот, так сказать, главная идея, это создание какой-то платформы, которая называется «Правая Россия». И там есть модули, которые решают определенные задачи. Значит, вот эти вот главные модули на этой вот платформе. Воспитание, обучение. Дальше. Дать людям простой механизм сотрудничества в виртуальном пространстве. Мы очень сильно спорили, то есть это не просто так все родилось. Одни и те же технологии связаны с изоляцией людей. Это методы, да. Продвижение идей для управления сферой социально-политической жизни. Создание субъекта стратегического действия для реализации проектов. Есть два слова. Субъект стратегического действия — это не то, что, вот так сказать, я вижу вас сегодня в интернете, это соединение на одной платформе агентств трех типов. Есть агентства, которые являются фабрикой мысли, например, там, не знаю, НДУ какой-то там, аналитический центр или еще где-то. Есть агентства, которые занимаются репрезентацией социальной сети, там, не знаю, ТНТ, НТВ, радио какие-то, да. То есть то, что занимается опять. И третий элемент вот этого вот субъекта стратегического действия — это обязательно центр мониторинга. То есть они смотрят, насколько точно попадают в тот или иной сегмент пользователей, так сказать, с мыслой, которую создают в фабриках мысли. И вот это как бы замкнутый секунд. Идет постоянно корректировка из-за того, что это эффективно. Бандон, да. Значит, Миссия Групп. Починили технологии гуманитарной, публично объявленным целям или это для создания в интернете пространств, в которых доминирует свобода выслова и представляется возможность перейти от виртуальной жизни к реальному спасению души. Ну, мы исходим... Вот, может, два слова. Мы исходим в том, что Россия — это цивилизация высококонтекстной культуры, сочередняя. И если мы выходим за пределы цивилизационной матрицы, то практически мы разрушаем пространство, в котором находится. Это то же качество, которое статистически измеряется средствами социальной науки. Дальше. Образ будущего 35 лет. Здесь такая сборка. Россия введена в технологическом упаде в первой десятке стран. Введена в цифровой России. Бизнес, пространство гарантировано равноправным участием. То есть есть регуляторы. Мы считаем, что это общественные организации должны быть, общественные движения, которые не дают, так сказать, одним людям за счет нарушений других, очень сильно наживаться. Значит, большая часть людей, основная часть людей живет в мегаполисах. Россия в детстве. Цифровая подборная, которая пользуется более 70% граждан России. Дальше. Основная задача образования — дать высшая профсекультура. То есть вот эта дискретная полонская система образования, она дает ребенку компетенцию, которая может перепродавать. Человек с сегментным мышлением не может быть субъектом, который может участвовать в реализации проекта. То есть сегментное мышление разрушает целостное мировоззрение человека. Это нужно остановить, потому что для страны это очень большая проблема. Цифровая рассета — культурное пространство с медиапродуктами, соответствующим антрополатической карте планеты Земля. Вы знаете, что это один из таких самых распространенных проектов, которые сегодня, так сказать, продвигаются в России. Это вот антрополатическая карта. Чтобы сохранить человека, остановить влияние, которое придет к раз человечеству. Потому что это опасно для всех. Дальше. Цифровая Россия — привлекательная сего мира, ценностно-ориентированное виртуальное пространство правды, свободы высокого. То есть свобода низкого — это произвол, свобода высокого — это реализация лучших качеств человек. Благородство, честь, целомудрие, готовность самопожертвовать собой, пожертвовать собой в какие-то высшие ценности, которые спасают человечество. А вот это саморазрушение. Это пространство, где научно-технический прогресс обслуживает духовно-нравственную культуру. В противном случае, это научно-технический прогресс превращается в инструмент саморазрушения. Цифровая Россия безопасна для нравственного, психического, физического здоровья польской. Это человек, который заходит на платформу, как он называется, ассоциальными модулями. И он становится лучше себя чувствовать физически, психологически и социально. Виртуальное пространство в России — это пространство, где доминирует профилактическая медицина. То есть калитрия должна быть другая предприятия. Врачи за это получают прибыль не от того, что они реализуют лекарства, например, а при том, что в том регионе, где действует медицинский проект, снижается заболеваемость и процесс устойчивый. Средняя продолжительность жизни в России — 90 лет. Для ближайшей ориентиры. Да, дорожная карта. Мы поделили по подному пункту, чтобы вас не перегружать, потому что все рассказали. Значит, в ближайшее время создать прототипы платформы, создание презентации для сборки стокхеда, стейкхолдеров на федеральном, региональном, муниципальном уровне, формирование доктрины либо аристократии, потому что любая социальная трансформация на первом этапе сформирует базе элиту, которая несет не лучший путь качества народа или народов, если говорить о России, российская цивилизация многонациональная. То есть не самые лучшие люди обычно всплывают на поверхность. Это всегда неважно для 17-го века, францовый 17-й и так далее. Население. Повсименностная работа в школах, вузах созданной детско-юношеской молодежной организации, почему это может быть не Закольское движение, просто это самый успешный молодежный проект, он с 1863 года существует, и фактически Сокола есть и в Америке, и в Европе, и в России. То есть весь наработанный опыт, который постоянно тиражируется, можно использовать. Образование. Разработка утверждения на уровне А, нового образовательного стандарта, в основе которого концепция развития России как многонациональная цивилизация и высококринтекстная культура. То есть нужно как бы прийти в себя, потому что после всех известных социальных трансформаций науки доминирует в протяжении 20-25 лет внешнего управления. Сейчас нужно вернуть субъектность в Россию, это вопрос номер один. IT-сервисы. Начало тестирования платформы ИТК в группе сообщества «Живые города». То есть соедините проекты создания платформы «Цветовая Россия» и нашего проекта, который у нас здесь, когда наши коллеги продвигают. И дальше сменит платформы, как живые энциклопедии, модели поддержки граждан. То есть эффективный средств массовой информации не в том, чтобы привлечь внимание каким-то обжаренным фактом или через тиражирование фейков. А задача средств массовой информации — народосдережение. То есть сохранение лучших духовно-растных качеств и передачи этой ценностной матрицы следующей поколении. Спасибо огромное. Благодарю. Благодарю. Спасибо.